Легкая предыстория моего участия в этой выборной кампании, даже не в выборной кампании, а именно в избирательной комиссии. Толчок к этому послужил, наверное, 4 декабря прошлого года, когда прошли выборы в Государственную Думу Российской Федерации. И, как вы помните, наша область выделилась, на мой взгляд, выделилась в лучшую сторону, потому что мы, скажем, заняли первое место по выдаче своих голосов партии «Единой России». Я, как сейчас помню, это было 29,04%. То есть мы были снизу по рейтингу, по количеству. И вот после этого я заметил, не только я один, но и многие слои, в том числе и ярославцев, задумались о том, что же произошло 4 декабря. Далее вышли в основном молодые люди на первый такой уникальный пикет у здания ТЮЗа. Это было 10 декабря. С краткой формировкой или слоунгом под названием «За честные выборы». Безусловно, я сам туда пришел, потому что я не любитель, как выяснить, честно произнесу на демонстрацию. Но я вышел, потому что тема меня волновала. Мне тоже хотелось выйти туда, как, сейчас говорят, как одному из хомячков, заявить хотя бы своим появлением, свое отношение к прошедшим выборам. Я помню, что меня даже попросили там выступить. Я искренне и радостно сказал, что я рад за нашу региональную власть. Я не знаю других каких-то тонкостей, но, по крайней мере, по Ярославлю практически не было серьезных нарушений, не было такого серьезного давления. Ну и получилось, что получилось. Я вообще сторонник соблюдения архитектических правил. Неважно, вот побеждает сейчас у нас Единая Россия 99%, но народ захотел, и я буду молчать, потому что это нормально. Народ захотел. Но народ вот так захотел, значит, давайте так работать. Ну, как большинство, то есть 2 плюс 2, ну, должно быть всегда 4, ну, не может быть 5,5 или 2. Ну, ладно, давайте за честность хотя бы вот с мелкого, с репетикой. И помню, на первом же пикете был призыв ко всем желающим в будущем, когда состоятся выборы президента, а у нас еще и выборы мэра, кто хочет, пойти наблюдателем в комиссии избирательной и присутствовать. И я подумал, ну, как же, ведь когда-то я был учителем математики в первой своей жизни, как я и говорю, в полный срок этому отдал. И почему бы мне не пойти? И думал, пусть меня постараются обмануть, раз в наших комиссиях везде там в радио-клинии говорите, особенно в интернете, чтобы там обмануть, там обмануть. Думал, пусть меня обманут. Но это все-таки сходить постараться. Я записался. И вот время шло. Идет, идет, приходит это число. Надо сказать, что я прошел даже курс специального обучения. Часа два, наверное, два с половиной нас обучали, что мы имеем право, что не имеем право, как себя мы спим и так далее. Но так как я был и в то время, и сейчас повторно в общественной палате нашей Ярославской области, где мне, как и другим членам нашей палаты, было сделано предложение для желающих участвовать тоже наблюдателям от общественной палаты России на выборах, я подумал, ну почему бы не пойти не просто от какой-то партии, или не просто от какого-то конкретного кандидата. Не то, что быть над всеми, а быть просто в хорошем смысле независимым от всех. То есть абсолютно равным для всех кандидатов и в президенты, и в мэры города. Я записался на свой родной участок, причина была абсолютно понятная, мне не хотелось терять свой родной город по выборам мэра, потому что если бы на другой участок, я бы мог только за президента голосовать, но не мог бы за мной голосовать. Поэтому я пошел на свой родной участок, 140-й находился в провинциальном колледже на Большом Делосе. Я записался на наблюдателям, как положено, мне дали бэдж, представительные бумаги из общественной палаты России прислали. Я там зарегистрировался, и это было вчера, пришел как положено, к полвосьмому утра, и в Вокингтон где-то сегодня я вернулся домой ночью. Что могу дальше сказать? В целом, я убираю слово усталость, убираю еще какие-то моменты, я удивительно рад тому, что я впервые в своей жизни, находясь на седьмом десятке лет, побывал, пусть и не членом комиссии, но наблюдателем. Я увидел вот эту кухню. Кухню, о которой я слышал что-то, но сейчас я могу уже в каких-то моментах ее и защищать. Может быть, иногда и поругать, но в основном защищать от нападок, которые часто слышно в том же наблюдателе. И так же рекомендовал бы, наверное, многим попытаться хотя бы раз в жизни сходить на наблюдателя. От кого угодно. Или от чего угодно. Просто в участковую избирательную комиссию. Это прекрасная школа для понимания, как жить дальше. Не знаю, может быть, мне удивительно повезло, но на избирательной комиссии я не увидел, мало того, жалоб каких-то. И у меня не было никаких замечаний по проведению, вот по патрокольной части, что, зачем надо делать. Действительно, для того, чтобы провести это все грамотно, там важно выполнять все действия по порядку. Вот мы пришли в наблюдатели. С нами удивительно были деликатны, прислушивались к нашим просьбам, вопросам, что мы не понимаем, давали ответы. И нам говорили, допустим, посмотрите вот эти ящики, эти лурные для голосования, пощупайте глазами, чем угодно. Они будут, посмотрите, пустые, пустые. Мы, например, закрываем, запечатываем. К тому же, там даже могли нам не показывать, ибо они были прозрачными достаточно. И так было видно, что ничего от них не положено. Так же нам все это показывали, например. Вот видите, вот там видеокамеры висят. Видите, где? Давайте посмотрим. Нам открывают такой сейф, там стоит ноутбук, через который показываются две картинки. С этих видеокамер в реальном времени мы видим. Пожалуйста, еще в любое время мы давайте открывать будем и смотреть, где они записи. Правда, как потом мы выяснили, если вдруг что-то нарушилось, то тут же из избиркома будет сигнал. И тут же приезжает команда компьютерщиков, которые обменяют. У нас, слава богу, все хорошо шло без остановки. И мы подписывали какие-то протоколы, что там все идет в этом ящике, там типа сейфа заперта запись. То есть не запись, а в реальном времени все это показывается. И далее, с 8 часов утра, когда открылся участок, пошел народ. Я увидел не просто нормальную, а достаточно трудоемкую работу вот тех, в основном, женщин, сидящих с этими альбомами, которые записывают. И каждому из нас говорят, давайте ваш паспорт и все. И к ним стоящие очереди или отсутствие очереди. И как они все это аккуратно должны, ну, ведут всю бухгалтерию по избирателям. По ироне судьбы, первый раз в жизни я проголосовал один из первых на выборах. Каюсь, что я обычно раньше 11-12 часов не появлялся. Ну, если комиссия даже до 8 вечера работает, вроде бы это нормально. Но я теперь понимаю, что когда люди приходят в середине дня, это ненормально, что начинают очереди какие-то. Началась работа комиссии, я когда проголосовал, да, посмотрели мы, безусловно, как нам рекомендовали посмотреть стенды, все ли там аккуратно. Никто не ущемлен из наших кандидатов. Все одинаково красиво представлены. Пошла такая работа. Да, каждый раз перед нами председатель комиссии подходил и говорил. На сегодняшний момент, вот сейчас 8 часов, 10 минут, нам доложили. Такой-то товарищ выбывает из списков для голосования, потому что буквально вчера или позавчера он выбыл в армию. Вот документы подтверждающие, поэтому у нас на одного человека здесь меньше. Или такой-то человек оказывается в больнице, поэтому им дают фамилию и даже название больницы. Все это удивительно подробно шло. И мы, как члены, вот такие наблюдательные, что ли, советы сидели. А там у нас сидели, как сейчас помню, от Путина, от Зюганова, это КПРФ. Сидели от Прохорова, это президенты, далее были от Блатова и от Якушева. Больше никого других. И я был один. Больше никого не было других. И все так достаточно нормально шло. Пока, правда, был один забавный момент. Нормался какой-то паренек, к нам подбегает и говорит, кто от Блатова? Моя соседка говорит, я, а что? Вот, подпишите и сдайте. И убежал. Ну, она читает. Говорит, не могу понять. Жалоба. Там только надо запомнить на ГФУ и внизу подписаться. Жалоба. И даже читал, отчитал. Потом она оказалась юристом. Она говорит, вы понимаете, я прочитал. Соседи прочитали. И мы никто ничего не понял. Там, оказывается, нашли, что вот у одного из кандидатов, не буду называть ее фамилией, фотография лица сделана не на том фоне. Потому что у всех на белом, у кого-то на сером, а у него на каком-то голубом фоне. И это выделяется. Мы пошли даже в передоусмотрим действительно. То есть мы шли, мы не заметили. А когда сказали, выделяется. Мы посмотрели листовки, на листовках тоже это есть. Так что же раньше не остановили? Мы даже закон стали искать, а газопроход ничего не сказали. Ну, потом я в Твиттере там посмотрел. Оказывается, очень много информационных агентств сделали акцент. По Ярославлю там чуть не сотни ошибок. Это одна и та же жалоба. То есть, считайте, во всех комиссиях дана не на том фоне. Ну, вот наша представительница Блатова сказала, я, говорит, не буду в этом фарсе участвовать. Это не серьезно. Мы потом выяснили действительно, что эта вся проблема была решена. И все вопросы сняли. Но потом случайно один работник избиркома, когда был избирком, приходил. И он тоже рассказывал, что вдруг без остановки фарсы пошли со всех участков. С одним и тем же. Не на том фоне. Не на том фоне. Не на том фоне. Думаю, неужели людям нечем больше заниматься, как искать, на каком фоне это дано. Тем более, законно не рекоментироваться. Ну, это просто как хохма. Нарушений больше вообще никаких не было. Потом, когда бы все народ проголосовал, кто-то под крепительным талоном. Там не так много было. У нас еще учатся специфически. У нас еще много студентов из общежития, перед университетом. Голосовало с Володарского один. И ровно восемь часов участок закрывали. Помню, что мы все часы проверяли, сколько осталось. Две минуты, полторы минуты. Помню, мы даже договорились, что если кто-то сейчас войдет, пусть он проголосует. Вот уже ровно восемь. И смотрит и милиционер в коридор, что никого нет. И вот в этот момент происходит вещь, о которой я только слышал. Дверь закрывают. Причем нас предупрелили. Это намертво закрывают. Нам ни у кого нет права ни войти, ни выйти. Милиционер стоит с той стороны, гарантирует, что никто туда-сюда не пройдет. Это действительно было так. И вот мы работали в пределах нашего пространства. Окажется, в этот момент камеры работали. Но они шли под запись. Запись показывали потом. С чем это связано, не знаю. Я просто предполагаю, что это, когда у нас идут выборы, на Сахалине, допустим, они заканчиваются, и если камеры показывают подсчет голосов, то мы можем же все равно как-то притянуть эту картинку и подсчитать, у кого больше голосов, то есть сообразить вот трет сегодняшней кампании, куда идет. И поэтому, наверное, раз уже и Сахалина решили реального показа, наверное, и на жире и он решили реального показа, то есть с задержкой 2-3-4 часа, потом, говорят, в записи уже это показывается, без вырезов. Все показывали. Причем далее пошли очень жесткие процессуальные моменты. Я не знал, я думал, что сразу же вываливается все на ходу считается. Нет, до вываливания еще часа полтора-два было. Очень долго чего-то гасили, неиспользованные бюллетени, несколько раз их пересчитывали, все нам это показывали, расшифровывали, подсчитывали, подписывали, члены комиссии куда-то упаковывали. И вот после вот этих каких-то таких достаточно серьезных, которые тут нарезки процессуальных процессов, извините, это в того, как процессуальные, протокольных процессов, наверное, лучше сказать, сказали так, а теперь нам надо поставить столы в центр, чтобы вывалить из наших урн для голосования бюллетени. И, говорят, надо поставить так, чтобы было видно с этих камер. Мне разрешили, нам как наблюдателям вообще нельзя было ничего в руки брать, даже бюллетень потрогать нельзя было. Поэтому, единственное, я говорю, давайте я вам дам и помогу хоть столы поставить. Это разрешили по центру, я поставил столы. Правда, мы немножко раздвинули урны большие, но чтобы их было видно через камер, что их не трогаем. И вот там очень сначала доставали вот урны переносные, выкладывали, считались каждое под протокол, второе, третье, оказывается, их должно быть три штуки. Все совпадает как положено. Но опять это все течет время. А уже потом, я читаю в интернете, там написано, что не могут так быстро, что там раз и сосчитали. Вот я говорю, попробуйте, зайдите и посмотрите. Дальше после этого начали большие урны, две переворачивали. Потом дальше по кучкам раскладывать, просто по кучкам президент-мэр. Потом по закону сначала за президента раскладывать еще на кучки. Потом перелистывали. Действительно, это очень трудоемкая работа, либо надо по несколько раз пересчитать, чтобы не допустить ошибок, чтобы у нас сошлись все цифры. Вот это я так длинно рассказываю. Для чего? Чтобы мы действительно понимали, что, оказывается, наши избирательные комиссии участковые проделывают достаточно адскую работу. Мне импонировал дух подсчета. Вот среди в основном дамских людей, один был мужчина. И они как-то очень легко так относились именно к работе. Каждый, например, считал, скажем, своего президента, кто ближе складывали. Потом они считали, потом соседи помогали и так далее. Потом как-то все как с юмором. Никто не говорит, эх, надо бы приписать этому 156 очков, у этого надо отобрать, абсолютно ничего этого не было. Опять говорю, может быть, я попал на единственный уникальный участок. Единственное, как-то говорит, надо же скоро за Путина проголосовало. Почти 47%. Это уж потом мы узнали, что за него-то в целом больше проголосовало. Ну, потому что, ну, за Единую Россию потом поняли, а, да, ведь за партию-то меньше голосуют, за этого больше. Но очень хорошо, допустим, за Прохоров мы голосовали, за Зюгану, Прохоров из Зюгана почти одно и то же набрали. Вот. Ну, я цифры практически наизусть помню, потому что их слог диктовали, потом протоколировали, потом протоколы нам выдали на руку. Они у меня сейчас даже с собой здесь находятся, уже. Потом мы перешли к более интересному, особенно для нас, процессу выборов мэра. Все то же самое раскладывали на культике, считали, считали, ну, например, как и везде, Углашов, допустим, занял первое место, там 40 процентов он набрал, там на втором месте, я окошек, там на трех, там на трех, на четвертом молодцов, там было недействительных много бюллетеней. Тоже это, понимаешь, что вроде это нормально. Главное, ничего не потерялось. Все совпало по всем показателям. И в конце концов, вот эти сведения дальше, сначала через запись передавались и показывались, вот я показываю вот примерно в ту сторону под потолок, дублировали цифры, сколько, чего, как. У нас у всех есть протоколы. То есть никаких расхождений теперь с территориальными комитетами просто быть не может. Если вдруг у них на 300 голосов туда-сюда пойдет, то это, извините, а для чего мы наблюдатели, у нас подписями и печатями есть все протоколы. И потом я сам вот фиксировал своим фотоаппаратами то же видео. Я со временем все выложил в интернет, ход голосования. Я, в общем-то, с чистой совестью вернулся сегодня рано домой. Успел кое-что посмотреть на центральных каналах. Безусловно, цифры отличались от нашего персонального участка. Но не знаю в будущем, смогу ли я еще пойти, потому что это надо, в общем-то, сидеть и никуда не ходить. Это действительно правда. Надо считать, сколько человек вошло, чтобы потом сходились у нас цифры. Но не было ни выбрасывания, ни каких-то каруселей, то есть не привозили какие-то люди под крепительным. Но под крепительным было вообще порядка, сейчас скажу, да, по памяти. Порядка, не порядка, а 36,5 человек. То есть они, из этих 36,5 это были члены комиссии и наблюдатели, которые вынуждены были на чужом участке голосовать. То есть все было на виду, не приезжали никакие автобусы. Да, какие-то где-то экзит-пулы проводились, но экзит-пулы это когда по всем участкам должно проводиться опрашивание. Перед нашим участком была там возможность видеть в окно. Никто не ходил, никто никого не останавливал, не спрашивал. Вот мои автобусы не приходили, их тоже никто не останавливал. Поэтому я так думаю, что слово экзит-пулы это слово такое модное, а слово экзит-выход, на выходе значит спрашивать пул, то есть количество голосов, ни у кого не спрашивают. По всей видимости, кому-то конкретно из кандидатов потребовалось чуть-чуть подзакрутить ситуацию в положительную сторону, и вот это непонятное слово толкнуть, и многие в Твиттере и в Фейсбуке начали повторять эти загадочные два слова. Не знаю, я не специалист, я простой горожанин. И мне по большому счету в данном случае было все равно, кто что наберет. У меня задача была простая, чтобы сошлась арифметика. За арифметику я, как раньше говорили в старые советские времена, даю честное пионерское слово. отвечаю, арифметика была сделана. Поэтому именно за 140-й участок, хочу, кстати, потом и сказать, в основном, можно сказать, людям большое спасибо, и я просто видел, как они работают, как пчелки, что вот именно за 140-й участок, все было в порядке. Если бы, а я знаю, на каждом участке было наблюдателей, и даже больше, чем на нашем участке, если наблюдатели на каждом участке говорят об этом, то как что-то можно дальше исправить? Да, можно говорить же, там и в ЦК партии какой-то исправят эти цифры. Но извините, если у вас есть эти цифры, опубликуйте. Я вчера поздно ночью, сегодня ночью, я опубликовал в Твиттере сначала за президента количество голосов, потом опубликовал количество голосов за каждого кандидата. Взял я их не просто из головы, а взял из протокола. Я подписался, протокол у меня есть. Если случится расхождение где-то по этому участку через ТИК, а это сейчас можно увидеть, то я готов выступить на примет того, что это обман. Понял, где есть документы? И вот если каждый наблюдатель, на каждом участке готов также подтвердить, то какие пересчеты и обманы возможны в любых ТИК-Ах, ШМИКах. Простите, может что-то я не понимаю, но я не настолько глуп, что это можно как-то сделать, потому что это арифметик, а арифметику обману нельзя. Вот где-то так, дорогие друзья.